Ребят, всем привет! Давно не виделись, да, с вами? Ой, слушайте, сегодня я целый день убиралась. Ну, сейчас давайте все расскажу. Решила заказать роллы, открыл Яндекс, думаю, что мне заказать. Ну, и решила попробовать Secret Kitchen, не знаю, я уже их заказывала. Давайте откроем, у них очень прикольные коробки. Посмотрите, сейчас будем пробовать и вообще оценивать, как и что. По виду, ну, как на картинке, если честно. Очень прикольная у них подача. Я почитала отзывы и, не знаю, кто-то прям ругал их сильно, кто-то хвалил. Но мне привезли красивые, как на картинке. Смотрите, это Филадельфия. Я уже постоянно просто ем эту Филадельфию с угрём. Я решила сегодня заказать какие-то фирменные роллы. Попробуйте их. Ой, лимонад ещё. И ещё лимонад, конечно же. Я голодная очень, блин. Сегодня, короче, вот тот вот пылесос, его немножко видите, арендовывала моющий пылесос. Заходите в мой телеграм, я там всё выкладываю, кому интересно посмотреть процесс. О, у них такой лимонад. Прям, знаете, лимонный сок. Прикол. Такой, типа, вот такой. Давайте сейчас я всё красивенько разложу. У нас три вида роллов. Я взяла... Блин, я буду руками, ребята, простите. Простите меня. Слушайте, ну, по штучкам у них, кстати, восемь штучек. Я думала, вот этих будет шесть. А нет, восемь. Нормально. Нормально. Ну, щедро рыбы. Щедро. Сейчас всё покажу в камеру. Так. Не знаю, может, я этот момент промотаю или не буду проматывать. Давайте пока буду, наверное, рассказывать. Пока я не ем, пока у меня рот не занят едой. Короче, по факту. У меня... Я в том видео, может быть, вы заметили или нет, ребята, кто в телеграм подписан, знают это. Короче, у меня началась аллергия очень сильная на мою кошку Соню. Ребят, в общем, как это получилось? Я год, наверное, назад сдавала тесты на аллергены. Вот. И у меня... Ну, потому что у меня, короче, началась сильная аллергия. Я постоянно там пила ацтрин, зодок, вот это вот всё. И у меня выявила на кошку очень сильную аллергию. Как раз тогда Чарлик появился. У меня на Чарлика тоже есть, но слабая. Короче. У меня вот в тот момент выявил я эту аллергию. Я пропила курс таблеток. Вот. Ну и как бы всё. Я пропила курс, потому что у меня очень были плохие анализы из-за аллергии. То есть аллергия настолько, ну, как бы иммунитет подкашивает, что у тебя начинается как будто бы, ну, короче, очень активная реакция иммунной системы. И это, в общем, расшатывает твоё здоровье в целом. Я пропила эти таблетки. Вроде мне стало получше. Но через время мне опять стало плохо. Я снова пропила курс. Ну, в общем, по итогу, по итогу сейчас, почему мне пришлось отдать кошку, потому что у меня началась буквально астма. Ребят, прикиньте. Астма на кошку. Я стала задыхаться, и мне уже ничего не помогало. Я кашляла где-то недели, наверное, три. Представляете? У меня уже просто отнимался живот кашлять от боли, ну, потому что у меня настолько были напряжены мышцы, что я постоянно кашляла сухим таким кашлем. Без мокроты, без всего. Прям вот до, знаете, рвотных рефлексов. Вот, ну, я пошла в больницу, и мне поставили сначала просто бронхит, а потом я сдала анализы. И аллергены в моей крови были, ну, вот белок аллергии был превышен в 10 раз. То есть очень сильная концентрация. И мне врач сказал, вам обязательно, если не хотите заработать хроническую астму, нужно избавляться от кошки. В общем, ребят, как-то так вот, давайте начинать есть. Я уже очень голодная, я думаю, что вы тоже. Так, ну, в общем, давайте начнем вот с этих. Ой, ну они реально хорошие. Прям рыбки столько. Не пожалели, да? Красота. Ну, в общем, мне, говорит, надо избавляться. М-м-м-м. Слушайте, хорошее. Я сейчас не ожидала. Давайте какой-нибудь кусочек лысося возьмем пожирней. Вот такой. Ну, в общем, хорошо, что у нас есть дедушка, который, в принципе, сидит, когда мы уезжаем в отпуск с кошкой. Он согласился. Я, знаете, просто не понимаю, насколько это. М-м-м. М-м. 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 сильные приступы и у нас есть знакомый аллергик и в общем он приходил к нам недавно в гости и он обычно всегда просит таблетку от аллергии хочу заметить что кошки уже нет у нас дома где-то три недели они были пару ну несколько дней назад гостя и в общем он попросил таблетку от аллергии потому что несмотря на то что я убиралась мыло полы ну вообще пылесосила да то есть это не помогает аллерген он держится в квартире как я прочитала что аллерген держится в квартире до года представляете вот и собственно поэтому я решила взять пылесос моющий и полностью вымотить всю мебель я кое-какие кружочки вам буду показывать тут но если хотите больше заходите в телеграм вот то есть аллергия на кошку да если заключить у меня была всегда и видимо мой иммунитет справлялся с этой нагрузкой потому что когда я сдавала анализы год назад у меня уже были плохие анализы по аллергия но не настолько как сейчас также я знаете что еще завала общий анализ такой на все аллергены которые есть это на кошку на собаку на цветение на березу вот на все начнем все на разные факторы вообще прикольно кисло короче на разные факторы и по итогу там как бы шкала от 0 до 100 и там градации типа все что выше 0 8 уже считается аллергической реакцией ну и там один это слабое 2 сильное 3 умеренное 4 там выше среднего так вот у меня на собаку по этой шкале 3 троечка просто а на кошку по этой шкале у меня выше 100 то есть вы представляете выше ста ну то есть это очень сильная аллергия и вот эти кстати очень хотела ролл попробовать они называются цунами по моему да вкусные короче на кошку мне выше 100 когда это началось вообще для тех кто не знает кошку я подобрала на улице 8 лет назад тоже прикольная история я ездила сдавать на права и там во дворах была кошка мне естественно и тогда жила с родителями мне конечно никто не разрешал кошку брать и я ее покормила и уехала я уехала а это был знаете там ноябрь уже холодало но это конкретно конец коктября ноябрь вот так я всю неделю ребят думала об этой кошке всю неделю я думаю ну как же ну как же она там она еще знаете такая вливая была очень ну короче запала она мне плюс у нее такой красивый окрас то есть она не два не дворняга не дворовый кот она именно она была выброшена это было видно и она была в сильном стрессе и шоке я спустя неделю думаю но все таки поеду съезжу посмотрю если кошка осталась там то заберу ее ну что вы думаете я приезжаю она там сидит в этом же дворе то есть за неделю никто не забрал она сидит очень опять напуганная к ней там какой-то кот прибежал она орет ну как бы это как страха знаете как коты орут ну все я ее забрала я нашла на мусорке там какую-то коробку засунула ее в эту коробку и повезла домой все вот так у меня появилась кошка я естественно не задумывалась может у меня быть аллергия не может мне вообще-то не колышло мне казалось что у меня ни на что нет аллергии потому что в детстве в принципе таких проявлений у меня не было как сильно аллергия на кошек то что у нас был кот на даче я никогда не жила именно с котами но вот когда я с ними контактировала у меня не было проблем но видимо кстати прикольно с перчиком он нос и такой но в меру ох ох не не в меру острое с кислым прям он очень острый капец у меня весь рот горит ммм что есть от остроты фу ужас зачем такой класть знаете я думала что он будет чуть-чуть острый а это чили чили конкретно посмотрите какой он о боже вот такой а они прикалываются зачем-то подстава просто жесть давайте съедим это тут сливочный сыр мне это поможет я думаю фу угу угу ну видимо живя с кошкой моя аллергия прогрессировала у меня началась аллергия где-то года три назад на нее ну просто знаете началось нос чешется чихание и это все как мне объяснили спустилась ниже и вообще самое опасное проявление которые аллергии которые приводят к астме это именно чихание сопли когда чешется нос потому что именно такие симптомы аллергическая реакция самые сильные то есть если вы долго будете не реагировать на свое чихание сопли то это все приведет к астме потому что аллергия будет спускаться ниже 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 как у меня это было и также знаете нужно понимать что у меня не хроническая астма то есть это вот такое проявление да но если я продолжу жить с кошкой это перерастет перерастет в хроническую астму смотри не пойму то ли это огурец скрустит то ли авокадо такая история конечно я плакала конечно расстраивалась очень сильно и я не понимаю удастся ли вернуть кошку а сейчас мы решили как бы так пожить отдельно ну знаете хотя бы чтобы мой организм пришел в норму но если у тебя уже такая реакция была у меня точнее то вероятнее всего она будет повторно такая же ребят такая вот грустная история есть или были у вас альдегины домашних животных на своих просто тут тоже такой момент что ты не можешь постоянно пить таблетки просто не можешь потому что эти таблетки которые от аллергии они тоже имеют свои ну как бы свою обратную сторону и влияют на здоровье если ты постоянно их принимаешь короче замкнутый круг ребят я не понимаю это вообще ужасно ужасная ситуация я ну не знаю не передать в каком я вообще была шоке когда мне сказали и знаете что когда мне первое мне это говорили уже год назад мне об этом сказали что вам нужно убирать кошку а я такая типа да ну ну типа пофиг не буду ну не буду но знаете в один прекрасный момент это вот как зубной боли я думаю вы меня поймете у всех такое было кто боится вот к стоматологам ходить когда ты дотягиваешь до того момента что у тебя настолько начинает зуб болеть что ты уже думаешь да сделайте мне хоть что-нибудь да со мной я уже не как бы готов идти к стоматологу лишь бы мне избавили меня от этой боли тут тоже самое то есть я сначала вообще не была готова ее отдавать ни в коем случае просто ни в коем случае капнулась думала что я буду держать антиаллергенный быт не буду запускать ее в кровать ребят но это настолько разносится по таким мини частицам что это невозможно это может быть реально если у вас там двухэтажный дом и животное живет только на первом этаже но куда у вас допустим двухкомнатная квартира да как держать этот антиаллергенный быт если очень маленькое помещение и как бы все циркулирует этот обмен происходит моментально и то есть она в этой комнате сидит но допустим и в спальне у меня аллергия тоже потому что эти частицы долетают оседают там на спинке кровати на одеяле на покрывале ты это вдыхаешь да когда там и все у тебя начинается аллергия я просто просыпалась у меня постоянно был заложен нос у меня то и сейчас он немного заложен но не так как раньше мне кстати еще многие писали у тебя заложен нос ты говоришь в нос даже сейчас я чувствую что я говорю в нос мне кажется это моя манера говорить но также я думаю что эта манера могла сформироваться потому что мой нос постоянно был заложен от аллергии на кошку понимаете вот так сейчас вроде мой нос дышит но все равно говорю в нос ну в общем блин и вот сейчас когда я провела полностью генеральную уборку в принципе аллергии стало меньше ну то есть я тут сижу и не чихаю до того как я здесь все помыла вот этим моющим пылесосом я реально чихала хотя кошку мы отдали 3 недели назад вот так такая вот история ребят грустная поэтому чарлик сейчас у нас единственное домашнее животное пока что Сонечка у дедушки хорошо что он ее любит ну как бы реально он с ней кайфует мне кажется он умеет обращаться с котами главное чтобы она знаете там не начала вредничать потому что она очень привередливая ее там надо буквально иногда знаете начинать мяукать и на руках нести в этот лоток ну такая кошка ребят я наелась даже перья ела роллы вкусные реально неплохо поэтому если там заказывать можно и цена в принципе нормальная у них вот эти роллы по шестьсот пятьдесят а вот эти вообще это четыреста восемьдесят или четыреста девяносто стоило пятьсот двадцать вот так то есть цены нормальные потому что некоторые пишут мне о в москве типа такие дорогие роллы типа там у нас продается там сет типа за пятьсот рублей ну да у нас реально очень дорогие роллы причем раньше они не были настолько дорогие как стали вот мне кажется года полтора то есть сейчас есть знаете нормальные роллы которые стоят ну вкусные знаете они где-то стоят все пятьсот шестьсот рублей роллы которые ну как вот типа суши вока и так далее ну да они есть но там конечно немножко другое качество вот в принципе тоже можно там заказать особенно для тех кто любит шапками я просто шапками не очень люблю вот вы сами видите я в основном ем ем вот такие вот обычные без шапок все-таки для меня шапки жирновато вот но многие люди любят вот те кто любит шапки в принципе шапками без разницы где заказывать и вот в таких вот которые эконом можно заказывать вполне там ненормальные свежие вроде как там ну как бы вот а из таких роллов к сожалению да цены вообще нас не радуют спасибо вам ребят большое что посмотрели буду ждать в комментариях во-первых вас может быть есть у кого-то похожие ситуации как вообще вы справляетесь я знаю что есть специальные прививки от аллергена на кошку на собаку в россии эти прививки еще не сертифицированы и ты не можешь себе поставить там этот курс ну и даже если ты начнешь его проходить его надо проходить по моему пять лет что-то такое или там три года минимальный курс колоть этот аллерген себе вот но я спрашивала у аллерголога она говорит в россии еще такого нет она говорит ты можешь откуда-то привезти там не знаю с тех стран где это разрешено где это сертифицировано она говорит но ты абсолютно будешь это все делать сама потому что ну мы этим не занимаемся так как в россии препарат этот не сертифицирован ну и естественно я как бы не знаю не знаю где это как что вот кто по этому проходил также курсы вот эти вот от аллергия когда вот лечит именно от аллергии тоже пишите помогло не помогло все вам все ребят спасибо большое заходите в телеграм подписывайтесь сюда на youtube все мои контакты внизу всех обнимаю целую пока салин я и и и и и и и и и